Все профессии нужны, все профессии важны, но, пожалуй, есть среди них такие, без которых невозможно прожить как без воздуха. Профессия медицинского работника – одна из самых востребованных и насущно необходимых. С самого нашего рождения до почтенного возраста люди в белых халатах, как поэтично называют представители этой благородной профессии, сопровождают нас, оберегая и избавляя от недугов. Врачи, медицинские сестры, фельдшеры и все, кто обеспечивает работу отрасли здравоохранения, собрались в зале городского дома культуры накануне своего профессионального праздника – Дня медицинского работника. В зале приподнятая праздничная атмосфера. В адрес виновников торжества звучат самые добрые слова. Здесь работают самые лучшие, мы считаем, шансы нашего района. Мы сегодня имеем высокотехнологичное оборудование, лазер, магнитно-резонансный атомобор. Но вы со мной согласитесь, если не будет души там за этим аппаратом, это груда железа. И душа это есть, душа это вы, сидящие здесь. И так вот тысячная армия, которая трудится сегодня, начиная от Ачуевского поселения, заканчивая Маевским. Я хочу пожелать вам, чтобы вы гордились своей профессией, специальностей, что вы работники здравоохранения. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, молодежи, карьерного роста, достатка, мира, добра и благополучия. Более двух тысяч человек работают в Славянском здравоохранении. В том числе 305 врачей, в их числе 5 кандидатов наук. 38 врачей имеют высшую квалификационную категорию. Все свои знания и опыт они направляют на благо людей. Во время торжественной церемонии награждения на сцену приглашались молодые специалисты и заслуженные профессионалы. Благодарностями и почетными грамотами Министерства здравоохранения Краснодарского края были отмечены многие работники. Затем честовались и награждались победители в различных номинациях. Так в номинации «Сердце отдаю детям» победила Оксана Ковалева, врач-педиатр Анастасиевской участковой больницы. «Отработала я в детской поликлинике 20 лет, сейчас перешла работать в Анастасиевскую участковую больницу. Работа педиатра, мне кажется, самая сложная, но и самая приятная, потому что дети – это наше будущее. И хотелось бы, чтобы наше будущее было здоровым, счастливым». Победителем в номинации «Лучший медицинский работник образовательного учреждения» стала фельдшер Ольга Аношина. «Я проработала уже 34 года в сфере здравоохранения. Очень люблю свою профессию, работу тоже, когда помогаешь детям, когда они обращаются к нам». Многие были отмечены благодарностью главы Славянского района, в их числе и Наталья Середа – медицинская сестра кабинета здорового ребенка детской поликлиники. «Я очень люблю детей, я рада, что я попала к деткам, я их люблю, поэтому я хочу всю свою жизнь посвятить деткам и работать с ним. Я хочу в связи с этим праздником поздравить всех своих коллег, я очень люблю своих врачей, своих медсестров, всех своих сотрудников». Главному врачу Славянской центральной районной больницы были вручены ключи от двух автомобилей для медицинского обслуживания и трех квартир для приглашенных врачей. Самым волнующим моментом праздника стало честование обладателя звания «Легенда здравоохранения-2018». Этого почетного звания была удостоена Светлана Давыдовна Гребенкина. «Хочется помогать людям, сделать что-то приятное, а стоматолог делает красивую улыбку, всегда старалась делать людям приятное. Вот я сказала, что на меня ни одной жалобы, я 42 года здесь отработала, на меня не было ни одной жалобы. Это абсолютно... А всего 55, 13,5 лет на Урале из них. «Не жалеете?» «Нет, нет, нет. Нормальная жизнь прошла, хорошо. Я поэтому, наверное, так долго и живу, что мне люди вслед ничего плохого мне сказать не могут. Это я вам говорю честно». Творческие коллективы городского дома культуры порадовали собравшихся своим искусством. Творческие коллективы городского дома культуры порадовали собравшихся своим искусством. Самое дорогое, свои здоровья и жизнь люди доверяют медицинским работникам. И они вполне заслужили это высокое доверие. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».